Как видите, очень много главных направлений, хватит всего России. Но реализация проектов в отрасли с самой, наверное, многоемкой, с прогрессивно развивающимися технологиями, когда идет обережающий развитие различных материалов, создание новых конструкций, особенно в условиях импортозамещения, наверное, действительно требует высокого уровня профессионализма. Поэтому я с большим удовольствием хочу предоставить слово членам дайте на Совет о конкурсах, а также в Министерстве Министерства промышленности и здоровья Российской Федерации по членам Олегу Евгеньевичу. Но еще хочу сказать, что под руководством Олега Евгеньевича реализуются не только очень крутые, сложные, масштабные проекты, действительно, технически, но Олег Евгеньевич огромное внимание уделяет развитию кадров к конкурсам. Я сейчас расскажу еще о проекте, который очень-очень крутой. Олег Евгеньевич, действительно, много лет уже занимается и этой стороной, потому что, как я понимаю, наша промышленность, наша отрасль требует постоянно кадров, которые готовы сегодня отвечать на все технологические вызовы. Поэтому огромную уже благодарность и, действительно, за поддержку нашего конкурса, конкурса профессионалов, за этот вклад в реализацию крупных масштабных проектов и Министерства Олега Евгеньевича. Дядя Евгеньевич, по словам. Я уложу два слова. Я, к сожалению, пока мало знакомый со мной с вашим проектом. Замечательно, что он уже существует. Я знакомый с тем, как я, Наталья Спаситель и Крислава, выступал в руководитель питерского районного вида, но он убежал. Вот, и женщина. И вот этот вот плач Ярослава, с Петербурга, о том, что это хороший кадр, и что он все укралит. Нече тогда показывать. Четыре. Четыре. Точно. Ну, разные способы привязаны к себе кадр. Ну, на самом деле, это вечная проблема любого руководителя. Неважно, какого уровня. Простишь человека вроде как под себя, эгоизм, с вами, преодолевая, что ты ему отрываешь от себя. А он, глядь, уже тебя продает. Я знаю, хорошо ли это или плохо, но ведь очень важны масштабированные цели. У нас вот с этим плохо. И связка, безусловно, с росткой культурой, я не пафосный человек, ничего про ростку культуры, толку не знаю. Но там, наоборот, что не могла. То есть безорваться. Смотрите, на мой взгляд, очень важное суждение, которое я готов поделиться, вкратце ознакомившись с предыдущим выступлением, заключается в том, что Назарий Викторович, он своим проектом, он же борется с русской действительностью. Действительно, ему радует, что вот из миллиона, синих появился. На самом деле, ощутил результат. И он, на самом деле, даже не знаю, силами тьмы борется. То есть, силами тьмы располагаются внутри русских людей. Извините, очень сильно охотно. Это татаро-монгол-хо-хоу. Евреи, если кто-то как раз к макцентре, которые говорят на русском языке, но у них есть пять специфических особенностей. Это из моего жизненного наблюдения. Они все думают одно, делают другое, получают третье, оправдывают тем, что не получили то, что хотели четвертым. Виноватят, естественно, чиновник. Вся жизнь, она неплохая. И вот совместить эти пять штуки более-менее внятные деятельности в результаты это крайне сложно. Причем, ежедневно, занимаясь проектами, заметили, вот в этих пяти у меня не было слова по проекте. Ну, а слова совсем. Мы природой не предназначены для проекте. Мы такие оперативные, эмоциональные, потому что, если русский язык велик, то он велик своей красочностью, она скрывает смысл. Ну, вот, питерский форум, вы можете, три дня потратить и посмотреть, как ключи, сами говоря, для меня это. И мы хлопают. Мы ставим такую странную презентацию. Прямо какое-то чудо, что за презентация сейчас. Они такие все творческие. Кстати, можно связать с любого там нигде, не так говорить, я не странен, да. В общем, даже уборщик, вот в этот зал, если она русская, она же не приходит здесь делать чище. Я вообще пофиг ей чище. И зарплата по большому счету тоже пофиг, и мотивации пофиг в любой презентации. Да, у нее есть шавар, у нее есть определенные атрибуты, но вот мое суждение, я люблю больше с ней знакомые, с потрещать, то есть, она же приходит с общением за творческой реализацией своей личности. Она говорит, что думаете, а как немка вам тут что-ли? Могут были, если не рад? Нет, она то с правого угла ночная, то с левого угла ночная, то с шарчиками, по-моему. Ее руководитель тоже обычный, он очень чудесный человек, потому что он ей не говорит, нужно сделать чище. Уже тогда придется показывать, как ему чище, а он не рад, при тряпке в руках. Поэтому он говорит, а ну-ка идти прибери. Че прибери? О да, прибери. А главное для русского управленца это важная функция. Всегда можно мать-перемать, кто-то иметь. Любой результат и скажет, что ты наделаешь. Я тебя прибрай, просил, а ты что-то. И в общем, вот в этом эмоциональном дискоте, два петра русского, в общем, в этом эмоциональном бардаке, даже оцифровка, в основном бардаке, про органы федеральной власти. Вот. Всегда им хочется спросить, читаешь стратегию? Стратегию? Да. Конечно, федеральная власть актуализировала все стратегии. Эффект там, она получила поручение все актуализировать. Сейчас быстро, в сентябре, все актуализируют. И начинаешь читать, особенно если ты до этого не был знаком, тем только назначили актуализировать стратегию. Набор умных слов выражает. Ничего придумать нельзя. То есть все, что можно было нафантазировать, как общество, какой еще угол прибрать, там уже все есть. Слова все есть. Вот. Разделы есть, полограмм. Планы реализации даже есть. Не реализовывали. Простейший вопрос, зачем, вызывает какую-то оскорбленную реакцию. Все говорят, мы сто раз, да, мы такие комнаты проведем, сто раз все это делаем. Вот вернусь к своему началу, к сожалению, русский человек не знает, зачем. Ему очень-очень тяжело думать позадить. он вообще не хочет. Без хотите, если не поссориться, раз, на всю жизнь, прям дадите, то есть ты куда-туда, зачем-то, все. Ну, кстати, чтобы вас не побили, если предложат в этот момент выпить, сказать, что у вас плохо на душе, он подправит на вас своему времени, вообще стоит, я ничего не знаю, я все время стараюсь, конечно, достичь каких-то результатов, учусь с этим каторами, которые разбегаются, пытаюсь определить смысл, говорящих, не командующих, много, почему не учатся. Стараюсь здесь себя обладать, как Петербург, пытаться себе ответить на вопрос, зачем. Ну, в любом случае, жизненноценный результат, она не продуктивный, а умение планировать, уникально для Российской Федерации, делиться, не скупить. Спасибо.